здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня у меня мастер-класс немного не соответствует времени года за окном у нас летом а у меня зимний медвежонок но раз заказали умку решила сразу записать мастер-класс чтобы зимой уже был готовый можете скачать рисунок с интернета можете воспользоваться моим шаблоном переводим рисунок на фетр и немного тонируем здесь мы будем добиваться в этом медвежонке нежный переход от голубого к белому цвету только за счет краски акриловой так как вышивать будем только прозрачным бисером и прозрачными ранделями то хрустальный снежности такой будем добиваться за счет плавного перехода краски поэтому просто слегка тонируем голубым цветом контуры просто прокрашиваем акриловой краской по ткани можно просто акриловой краской протонировали контур остальное можно закрасить белой можно просто оставить если у вас белый фетр на брошки будет интересный эффект за счет этого перехода цвета вот мы просушили нашу заготовку и теперь приступим к вышивке я вышиваю контур голубой канителью можно использовать серебристую если у вас нет голубой и пришиваем как обычно канитель немножко растягиваем ее и через 3-4 миллиметра проходим всю канитель нитка у нас проходит между звеньями канители аккуратно по всему контуру стараемся пришивать канитель вот с какой точке мы вышли такую же точку мы и вошли делаем изгибы по рисунку и продолжаем пришивать рис контур конечно я в кадре пришивать не буду пройду немного самое начало покажу ход канители аккуратно растягиваем можете сразу растянуть лучше удобнее работать когда канитель растянута на весь кусок работы и таким образом дальше проходим по всему контуру все маленькие кусочки все мы обшиваем канителью и так контур у нас обшит и теперь приступаем глазкам вышьем глазки носик и брови нашего медвежонка а еще коготки внизу черный бисером тоже вышьем и затем перейдем к прозрачному бисеру глазки мы обшиваем контур черной канителью сформировали контур загнули канитель по овалу глаза и пришиваем и и так лишнее отрежем чтобы не мешало и состыкуем концы канители контур обшили и теперь нужно нам пришить зрачок зрачок будем делать из маленькой бусинки 3 миллиметра у меня такие мелкие самые и вот здесь она будет у нас располагаться приложили посмотрели как а как вам лучше чуть повыше чуть пониже сформируйте медвежонку глаз выражение и пришиваем можно немножко приподнять будто он смотрит вверх или пришить ровно так теперь здесь переходим к носу пришиваем рандель черную размером 3 на 4 миллиметра и пришиваем чтобы отверстие располагалась вертикально закрепили носик 3-4 раза и переходим к бровкам одна у нас бровь видите выходит за пределы контура брови мы будем делать мягким таким трунцалом плотненьким если не трунцалом можно канителью сделать черный можно бисером пару бисеринок мелких пятнашки пришить сделали маленькие отрезочки из трунцала и пришиваем так выражение нашему медвежонку сделали теперь сформируем ему рот тоже сделаем из канители контур согнули по контуру и начинаем пришивать фиксируем начало здесь буквально пару стежков аккуратно срезаем лишнее и фиксируем второй край рта так ротик готов и переходим к лапкам для лапок нам нужно бисер номер 10 будем делать коготки чтобы не проходить через всего медвежонка я нитку обрежу и начинаю сразу с этих коготков пришиваем по одной бисеринке так три коготка на одной лапе и три на второй все черная ниткой мы работу закончили с черным цветом и убираем нам останется только розовые ушки и рот и потом переходим все к белому так для рта я выбрала розовый бисер номер 8 можно было выбрать немножко поярче для рта но это уже смотрите на свое усмотрение так переходим к глазу здесь у меня мелкий японский бисер номер 15 и пришиваем белки глаза по одной бисеринке вокруг нашей черной бусинки заполняем контур так все глазик у нас готов и там где у нас ушкость пришьем розовенькую рандель чтобы она немножко выделялась на фоне нашего медвежонка все и теперь нам осталось заполнить самого медвежонка белым прозрачным бисером делаем его снежным таким зимним медвежонком и вот здесь этот переход краски из голубого в белый даст нам интересный эффект все свободные места заполняем бисером окошки бисер пришиваем в хаотичном порядке по две по три штучки по одной просто заполняем контур и сейчас будем пришивать ирандели их можно предварительно пришить разбросав по всему тулову еще медвежонка но смотрите как вам удобнее работать или переходить будете сверху вниз и пришивать по очереди или сначала пришьете рандели а потом бисер рандели пришиваем два-три раза и продолжаем заполнять все бисером тут в принципе и показывать особо нечего обычная вышивка заполняем бусинками и бисером аккуратно не пропуская места чтобы весь медвежонок у нас был покрыт этим бисером с бусинками чередуем бисер с ранделями можете сразу несколько ранделей пришить отступив немножко друг от друга чтобы они так были на расстоянии 5 6 миллиметров и все это заполняем дальше бисером с бусинами и так контур у нас заполнен мишка у нас полностью вышит нам осталось сделать только изнанку аккуратно вырезаем по контуру готово сейчас смотрим где еще нужно нам что-то подрезать обрезать сказал аккуратно и сама же задела нитку и теперь нужно будет еще раз прошить носик он хоть у меня и пришит крепко но надо закрепить чтобы было наверняка пришита так закрепила носик проверяю все ли остальные детали пришиты и переходим непосредственно к самой изнанке переводим нашего медвежонка на картон уменьшаем контур на полтора два миллиметра и вырезаем по внутреннему контуру готово здесь у меня еще надо убрать чтобы был более ровный контур так примеряем нашу картонную заготовку смотрим где намечаем отверстие под булавку протыкаем опять шило не оказалось под рукой протыкаем ножницами многовато клея попало и пришиваем приклеиваем и пришиваем да что такое то клей то выскакивает нитка так все все у нас получится и медвежонок скоро будет готов так пришили застежку приклеиваем картон к фетру хорошенько прижимаем приклеиваем и теперь приклеим кожу так наметим сначала на коже отверстие под булавку и вырезаем маленькие пятачки такие на всю заднюю поверхность наносим клей и на фетр и на картон хорошенько проходим по контуру самому и внутри так продеваем булавку все закрепили приклеили и теперь обрежем по контуру я уже в кадре не буду вы по контуру сами все это обрежете так и так мишка у меня готов и нам осталось только обшить край пайетками можете обшить мелким бисером или конетелью чем вам больше нравится я подобрала для этого медвежонка пайетки и точно так как мы пришиваем бисер американским способом также пришиваем пайетки по одной пайетки набираем выходим снизу вверх набираем следующую нитку иголку выводим до голубой конетели и обшиваем по контуру и таким образом проходите по всему-всему медвежонку вот такой сверкающий умка у нас получился очень хорошо переливаются бусинки на солнышке как будто льдинки надеюсь вам понравился мастер-класс ставьте лайки пишите комментарии отвечу на все вопросы и всем пока до новых встреч до новых встреч